Все мы настроили, мои дорогие. Сегодня у нас будет волшебный эфир, потому что... Ну, потому что это моя на самом деле любимая тема. И как я увидела, исходя из того опроса, который проводила в другом чате, что совсем немногие знают мою любимую тему. Конечно, это женственность и сексуальность. А как может быть иначе? Как могло бы быть иначе, если я столько времени работаю женским тренером? Где у меня такой опыт колоссальный сформировался. Где я подключила такие инструменты. Многие пишут про трансформации, про квантовые. Да, я люблю квантовые технологии, но это не тема. Это инструмент, девочки. Понимаете? Это инструмент. Это инструмент для стройности, молодости, для молодого лица, для роста, внутреннего роста квантового, для женственности, сексуальности. И также для денежной, роста денежной энергии. Ну и, конечно, исполнение желаний. Но из этого всего, что мигает, из этого всего, конечно, самое интересное для меня, лично для меня, это женственность и сексуальность. Это тема, в которой я проживаю всю жизнь. Начала еще с детского возраста. Тема у нас сегодня, почему многие женщины пытаются игнорировать свою женственность и сексуальность. И вот я постепенно дойду, я отвечу в конце эфира на этот вопрос. А может быть, вы сами догадаетесь. Так вот, я шла к своей работе всю жизнь. К своей классной, суперской работе. Своей миссией, предназначением. Все в одном. Всю жизнь с детства я с детства наблюдала. Я была очень наблюдательным ребенком. И уже в детском возрасте, когда мне было, наверное, еще на 10 лет точно не было. И я уже понимала, как подойти к папе, чтобы он все разрешил. Это я уже знала где-то в лет 6. Вот как мой внук был, я помню, как я садилась к нему на колени. И я даже не просила. Я даже научилась входить в такое состояние, в котором, конечно, я не проживала всю жизнь. Входить в состояние, когда мне все было можно. На раздражение, мамы и старшей сестры, понимаете? Потому что они не понимали, как это происходит, как волшебство это происходит. А я понимала. Я понимала. Так как я мало общалась с людьми, когда человек не разбазаривает свою энергию, он фокус внимания не на язык и горловую чакру, а на глаза. И понимаете, у него фокус внимания тогда концентрируется. И женщина тогда становится, она загадочной. И она как пакует, я уже потом это поняла, а не сразу. И она паковать начинает, упаковывать тщательно эти жемчужинки, старательно упаковывать в что-то такое невероятно невидимое, тонкое, тягучее, манкое, в такие секретики, которые она копит для себя сначала, а потом уже для своих дочерей, внучек, ну, а если повезет, как я, для своих клиентов, когда выйдет, выйдет уже на такой уровень. Так вот, я с детства заметила, что есть такое состояние какое-то волшебное. Я не знала, что это за состояние, но когда я в него входила, мне было позволено всё. Даже не говоря. Просто садилась, и папа спрашивал, что же моей любимой дочери нужно. Потому что, если я в другом состоянии, садилась рядом, или где-то с ним играла, то он не спрашивал. Заметьте. И я это заметила тоже. Так вот, я уже давно поняла, что это волшебное состояние, оно мимолетное, и его необходимо использовать. Его необходимо уметь законсервировать, а потом как-то проявлять. И не ко всем, а только по назначению. Ну, конечно, в детстве я это применяла к своему отцу. И вы знаете, у меня это супер отлично получалось. Я с детства была окутана отцовской любовью, просто как царевна на гороши. Просто все было для меня. Да, более того, я потом начала применять это для всех своих родных. И вы знаете, в скором времени я стала выделяться из родней. И они видят, что я другая, а я действительно была другая. Они меня сначала первое было вроде как отторжение, а потом они меня стали любить. Все в моем роду, в моей родне меня любили. И меня с рук не спускали вообще везде. Вот как это можно расценить? Как вы думаете, это каждому ребенку подвластно? Ну, конечно, нет. Нет. И в ясли меня отдали рано, и в садике я была, и на даче нас возили летом, из города вывозили маленьких, совсем маленьких цыпляток таких, чтобы ты даже заботился о детях. И мама была в работе, и ей не до меня было. В принципе, я была с другими людьми, чужими людьми, но вот эту культивацию, вот этого чувства, я не знала, как оно называется, но я его в себе использовала. Это моя была такая хитрость, детская хитрость, где я понимала, что она мне позволит легче выжить. Я тогда использовала именно так, что этими было притягательно для людей, потому что вот эта светлая, тягучая, притягательная энергия, она не ото всех идет. И люди отзываются на нее, и невзирая на то, какого они пола, даже не люди, а и дети, и животные, все животные ходили за мной всегда по пятам. Всегда. и поэтому у меня в моей семье всегда живет, сейчас живут кошки, раньше были хомячки, там, свинки, все, что можно было погладить. Собака, ротвейлер, кот, кошка, сейчас феечка, то есть все животные, они чувствуют эту энергию. И я это вижу. И когда они выходят из поминования, что это значит, потому что представьте себе меня и ротвейлера собаку, которая 80 килограмм, а во мне было 50. Вот представьте себе, что эта собака слушала только меня. И на выставку я ее водила, и дрессировала. Понимаете как? Каким образом я ее взглядом могла уложить. И она меня не боялась. И когда меня спрашивали, как можно вообще так приручить собаку? Как можно не позволять ей то-то, то-то? А наши друзья взяли тоже ротвейлера и кобеля. Он у них творил там, боже мой. И в конце концов у них произошла трагедия, они его усыпили. Я им просто говорила, вы просто не позволяете ему это делать. Они не понимали, а я не могла донести, потому что я тогда не была тренером. Я не понимала, как это сказать. Но моя собака слушала меня всегда. И через взгляд, и через интонацию, и через все. Я никогда ее не кричала, и никогда ее не била. но бывают изредка для островки, но не до страха, не для того, чтобы она боялась. Я к тому, что эта энергия, я ее называю энергия интерес. Но она рождается из женственности. Она рождается только из состояния женственности. Я это теперь знаю, только теперь. И когда я подхожу к этой теме, а видите, у меня много тем, я начинаю транслировать уже свою истинную природу, то есть то, что у меня внутри. Потому что каждая тема, она по-своему передается людям. И вот женственность, сексуальность это то, что я действительно умею передавать женщинам так, что они зачарованы. Бывает на моих занятиях и очень легко входят в это состояние. И кому необходимо, они обучаются это, перенимают. Потому что мы все можем скопировать, перенять и научиться у других людей. Я уже говорила на предыдущем эфире. Так вот, на самом деле, вот что такое женственность? Давайте я расскажу от себя, я не хочу повторять за других. Потому что я видела, как многие люди, многие эксперты, у них свое мнение. У них свое мнение, и они видят по-другому, чувствуют по-другому. У них опыт другой, и они транслинируют совсем другое, вообще другое, нежели что я чувствую лично я. Так вот, для меня женственность это такая, знаете, манкая, знаете, такая манкая. Что значит манка? Вот когда вы манку, крупу манку присыпаете, да, вы видите, как она не сыпется, она плывет. И вот из этой плывучести и образовалось такое понятие, которое как раз соответствует понятию женственности манкая. есть она вот какая-то вот такая, она не как вода, она именно вот как манка перетекает. Она такая притягательная, на которую хочется смотреть, прикасаться. Когда я видела или в своем поле, в моем поле попадали женщины еще с более раскрученными такими вибрациями женственности, я вообще не могла более взрослые были женщины, я вообще не могла от них глаз отвести. И помню, у нас была соседка в нашем подъезде, я просто на нее, она недолго прожила в нашем подъезде, потом переехала, но я не могла с нее глаз отвести. Она действительно, она из всего дома, из всего моего окружения, я выделяла. Я тогда не могла сказать, чем, но я понимала, что она другая. Она со мной переменилась, она со мной в себя, молодая женщина была, цеплялась разговором, мне кажется, она понимала, что мы где-то с ней похожи, но я просто как зачарованная, как на волшебницу ее смотрела, она для меня была просто феей, натуральной феей. И вот на нее можно было смотреть, любоваться, и я как бы смотрела, и как будто впитывала вот это все, что от нее идет, как она поворот головы, как она рукой, как она шагала по двору, она плыла по двору. Все шагали строем, те женщины нашего двора, я отметила, шагали строем. И девочки в том числе. А вот эта девушка, она плыла, она фея, она вообще, мне казалось, что она три подъезда вот эта, она проплывала. И все, кто сидел на лавочках, а тогда все сидели на лавочках, на старшее поколение, да и младшее тоже, особо нечем было заняться. И все с открытыми ртами за ней смотрели. Понимаете как? Это было что-то вот такое. И потом я по жизни тоже встречала, конечно, таких женщин. И всегда была такая женщина, когда я даже забыла, куда я шла. То есть я шла и уперлой взглядом в нее, она шла ко мне навстречу. И просто как она шла, я забыла, куда, зачем вообще я иду. И только потом, я потом развернулась, на ней смотрела, как она прошла. Мне кажется, она даже обошла меня, потому что я была просто оглушена вот этим, ослеплена этим видением. и прошла. И я стояла и как ошарашена думала, ну вот это что? Я хочу быть такой. Я хочу быть такой, не как все, не как эти люди, которые одинаково одеты, одинаково говорят, шагают в трое. А помните, меня рано отдали в Ясли, потом это было дачи в летнее время, это были потом садики, тоже с дачами, потом это были, там была школа, и это были фенерские лагеря, и там все настроим, заставляли за руку строим, под речевки, девизы какие-то, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Нас уже роботизировали тогда. Это я сейчас понимаю. Нас приучали быть всех одинаковыми. И вот это вот мне вообще не нравилось, и я не хотела быть такой никогда. И, конечно, я не транслировала в таких местах то, что у меня было. Только изредка я, когда мне было выгодно, я опускала в ход. Это состояние волшебное. Так и не знала, что это. Интересно то, что каждый раз, когда я встречала взглядом с такими женщинами, и я ощущала, как будто они мне подмигивают, как будто это мы хорошо знакомы друг с другом. То есть я чувствовала, что мы на одной волне. Они как будто, я думала, что они меня принимают. Ну, тогда я так придумала. А потом я уже поняла, что вибрации, наши вибрации, они показывали, что этим женщинам тоже было хорошо среди других людей со мной. И они видели, что они не одни в этом мире. И это для них было тоже, может быть, неосознанно, но очень волнующе. Вот. И что я ещё испытывала от этого состояния? Такую необычную, чудесную лёгкость. Когда я входила в это состояние, я испытывала такую лёгкость. Знаете, это не то, что говорят, что мурашки там или что. Нет. Это такое ощущение, как будто ты действительно паришь. И в этом ощущении ты не чувствуешь в этом состоянии, ты не чувствуешь своего физического тела. Ты как будто вовне, как будто вот эта манка пересыпаешься во внешний мир, и тебе легко его захватить. Вот. Я правильно сформулировала. Думаю, как это вообще сказать, своё ощущение? Как будто захватить, как лассо, так раз, и определённую ситуацию за захват. Я потом даже и технику такую изобрела в каком-то мероприятии тетохилинга у меня есть, эта техника захват на притягивание денежных событий. Вот. Но и вот в этом состоянии, знаете, здесь и кокетство, и какой-то лукавской, какой-то к лукавству взгляд, ну, не с обманом, а с такой игривостью, знаете, женщина становится такой необычной, игривой самкой. Но это ещё не сексуальность. когда говорят женственность, сексуальность, это одно и то же, это нет. Это две разные составляющие вообще. И я хотела бы сказать, что первое не существует без второй, и второе не существует без первой. и когда женщина начинает культивировать вторую, то есть энергию, сексуальную энергию, без развития женственности, у неё не получается. Да, можно испытывать, можно знать, вернее, все виды поз. У гаосов это вообще не просто энциклопедия, потому что у них культивация гаосской традиции, культивация сексуальной энергии. И она идёт в детство, забегая вперёд, скажу, так вот, вот когда-то в этой энергии, когда я в этой энергии, в этом состоянии была, и потом, когда я воспроизводила это много-много раз, и понимала, что для этих состояний вообще возраста нет, просто нет. Многие женщины говорят, вот моего возраста, да, после 60-ти, ну, зачем это уже, мне-то это, зачем? они не понимают, то есть у них, я понимаю, что у них этого просто не было, у них этого не было, им не надо, да, ну, так получилось, не срослось, у таких женщин с тобой женской частью, и они живут вот так, без женственности, без сексуальной энергии, думая, что все так живут, не все, все живут по-разному, и еще хочу сказать, что уже в состоянии женственности, когда женщина развивает свое состояние, то она уже получает все, еще не применяя вторую часть интриги, у нее уже есть та самая интрига, которая приносит ей на блюдечке, в золотом блюдечке, без всяких каемочек, на золотом волшебном блюдечке, все, что она хочет, помните, как я начинала свой рассказ, что я с детства, в пяти лет это состояние применяла, применяла на своем папочке, любимом, и благо он мне позволял, я его была любимая дочь, тренироваться на нем, но я же тогда была ребенком, и естественно у нас были отношения папа и дочь, и ни о каком сексе речи не было, но этот мужчина в моей жизни он мне давал все, понимаете, и без секса, и я потом несколько раз понимала, что не доходя до второй части, то есть до сексуальной, я тоже легко получала все, что хотела, и мои партнеры, они не были как-то обескуражены этим, они были довольны, представляете, то есть это волшебство, но это волшебство, оно я не хочу сказать не всем дается, а может быть так, не всем дается, но почему оно не всем дается, тоже скажу позже, давайте перейдем, я просто скажу, что женственность это уникальнейшее, волшебное, магическое состояние, если им, этим инструментом знать, как пользоваться, вот многие же говорят, это хилинг не работает, там 5D пространство метод не работает, там еще какой-то не работает, но почему у меня это все работает, у моих клиенток тоже, да, потому что они этим инструментом не обучились и не используют, также и здесь, попробовали раз, не получилось или там не тот эффект, и забросили, и не стали развивать, потому что с детства не все рождаются с таким даром, я считаю, что это дар, и не все этот дар могут передать другим людям, заметьте, не все могут передать вот эти жемчужины другим людям, а это реально жемчужины, которые из первоисточника, то есть я это проживала и свои состояния, свои чувства, свой опыт и результат я это передаю своим людям, понимаете, как это ценность, это очень, это огромная ценность, без искажений, не нужно там перевирать там что-то от себя, добавлять, нет, это все я передаю так, как я, как у меня это происходило, давайте теперь перейдем ко второй части, что ж такое сексуальность, что ж такое, а сексуальность это уже энергия, дорогие мои, в чистом виде, но энергия более высокого качества, нежели на родовом уровне, это энергия, которая поднимает нас на другие уровни осознания и на другие желания, где, не так, где наше желание, вот, энергия разгорячилась, она поднялась на второй уровень, и на втором уровне, потому что на каждом уровне разные желания, исполнились желания, и дальше, и дальше, и дальше, и она волнами прикатывается и поднимает вверх не только обладательница этой энергии, но и ее партнер, если она мастерски этим владеет. Что значит мастерски? Мастерски это когда каждая клеточка вибрирует страстью, это уже не женственность, это уже магнитичное, магнитическое такое состояние, когда ты как пантера, это я про себя говорю, как пантера, и тут уже пространство, оно, ты как хозяйка в своем пространстве, и ты уже понимаешь, что вот сейчас я в это сюда, в это сюда, и все это мне во благо, и здесь нет никаких нет, здесь все для меня абсолютно все, здесь нет страха, здесь нет упреков, здесь нет стыда, здесь вообще нет ничего, здесь все только во благо, и это все смешано со вкусом страстью, со вкусом чудесного такого, знаете, как это чувство, это какое-то демоническое чувство, я бы хотела сказать, потому что оно может транслироваться по-разному. Оно ещё расслабивается по слоям. Это сейчас я понимаю. Понимаете, сейчас, когда уже больше 60 лет, я уже понимаю. А когда маленькая, конечно, я не понимала. И во взрослых не понималась, и в 45 лет ещё не понимала. А сейчас уже понимаю, что сексуальность она тоже по слоям эта энергия проходит по слоям и помогает разрешать всё в жизни, абсолютно всё чудодейственным образом, абсолютно всё. Здесь не нужны никакие помощники. Это помощь, это та энергия, которая энергия С, как я её называла, она, которая дана нам в момент рождения, по праву рождения. Но не все ею пользуются. И не все даже некоторые даже ни на чуть-чуть не понимают, что это. А многие женщины вообще прожили, например, как моя мама, заметьте, она прожила, не испытывала оргазм. Вообще она всегда удивлялась. Она на меня смотрела и понимала вообще, что происходит. Не понимала. Понимаете? Дочь и мать. И вот это, вот это чувство, ну, я хочу сказать, что нужно быть очень внимательным к своим детям. Я, например, очень внимательным к своему ребёнку. И прислушиваюсь, потому что я понимаю, что я осознанный человек, я понимаю, что через неё транслируют что-то новое. Высшая разумность нет. Потому что дети сейчас мудрые. Они мудрее, они всегда мудрее. Не только сейчас, они всегда мудрее родители. Так вот, почему не так? Как транслируют, не транслируют, а как используют эту энергию женщины в двух вариантах первого уровня. Это женщины, которые страстно захотели секса, цепляются с первым попавшим мужчинам и разряжают. Им нужна разрядка. Им нужен выплеск. Иначе им плохо. Почему? А потому что они не умеют управлять этой энергией. Не умеют. Чтобы волнами её переводить по нашей чакральной системе до макушки, нужно научиться этому делать. здесь необходимо иметь мастерство. И оно не приходит с рождения, потому что ему обучают, например, даусские женщины детства, своих детей, девочек, и передают эти знания по наследству, охраняя. Маск, к сожалению, у европейцев такого нет. Так вот, вот женщины первого уровня, они сбросили эту энергию. Что они сделали? Сбросили эту энергию и опустошили себе, опустошили, то есть передали самую ценную какую-то эссенцию, иногда даже чужому человеку. И потом нарабатывают её снова. Понимаете? Нарабатывают снова, чтобы опять идти по этому сюжету, то есть по этому кругу, потому что другого-то они не знают. их не научили другого. И когда они не получают, то есть нет объекта, с которым эту ситуацию нужно проиграть, этот сценарий проиграть и плохо. Они начинают депрессию, апатию, депрессию, придумывают одиночество, придумывают проблем, угнетённое состояние, болезни, потому что в люди считают, что там застой образуется в нижних половых органах и всякие хреновидные диагнозы придумывают и начинают придумывать болезни. И когда доходит дело до болезни, то тогда эта энергия маповая. И конечно же, когда женщина входит в климакс, она с удовольствием сбрасывает это напряжение и говорит, а мне уже это всё нафиг не надо. Я говорю, а как разве женское здоровье молдит нафиг не надо? Они не понимают. Они это не понимают. Ну потому что человек не позволил себе, заметьте, женщина не позволила себе пойти по другому уровню развития. Она просто применила шаблоны родовой системы, которые даны нам всем с момента рождения. Мы приходим с первым уровнем сознания. Вот как. Что делает вторая женщина? Вам интересно? Напишите, что вам интересно. я тогда скажу, что делает во втором варианте женщина? Давайте очень лёдочка пишем. Конечно, это же самое интересное. Я вам хочу сказать, что единицы только на нашем русскоязычном пространстве я сейчас не вижу женщину, которая эксперта которая мастерски владеет как в даотских традициях всем этими знаниями все разрозненно разрозненно хватает. Раньше была когда-то Лариса Ринар и проходила её тренинг 4 стихии уникальнейшая женщина на тот период времени. Я потом у неё это конечно же переняла и проводила свой авторский тренинг 4 стихии который тоже пользовался огромным. просто огромнейшим огромнейшей популярности искусство даотской любви и тренинг 4 стихии искусство целительной любви это прям про сексуальную энергию проживотворяющую сексуальную энергию как прям от точки до точки и 4 стихии это женственность как по всем ролям пройти и перейти в это состояние искусной сексуалики понимаете вот и что делает женщина во втором варианте когда она обладательница таких уникальных знаний она не ищет никого ей это вообще не нужно и оставаясь даже одной она легко эту энергию преобразовывает разжигает трансформирует переводит в уникальные виды оргазма я сейчас не говорю про оргазм физический который выброс несколько секунд пульсирует матка и все сдулись отвернулись в разные стороны в лучшем случае пошли пожрали на кухню это не про это это когда если с партнером то это длится не каждый день может раз в месяц но всю ночь а может быть и сутки и там теряется день с ночью потому что все идет в сплошном оргазме все это перетекает как вы поняли с уровня на уровень на второй третий до самой макушечки наполняет все каждое каждую клетку и возвращается опять в маточку и все это пульсирует чем оргазм и именно после таких оргазмов конечно же восстанавливается и здоровье и молодость и все остальное и происходит и происходит чудеса более высокого порядка женщины которые владеют мастерские этой энергии они уже не растрачивают эту энергию на пустяки я бы хотела сказать на те желания которые присутствуют у женщин первым уровнем здесь уже все по-другому потому что она знает ценность этой энергии она знает что она нарабатывается может может быть не один день и она не только нарабатывается она аккумулируется и женщина за счет этой энергии становится аккумулятором и она становится притягательным источником для других людей для партнеров для событий я это называю сексуальной харизмой это та самая харизма которые не похожи на других наверное вы тоже встречали женщин когда посмотришь и вроде женщина обыкновение внешности и ничего вообще-таки не обладает но мужчина около нее ресурсный помните я вам говорила о желании что желания у таких женщин другие и вот эти женщины они притягивают уже другое этой энергии забрасывая лосо и у них уже другое окружение у них уже друг у них все другое другие развлечения другая жизнь там все уже по-другому но женщина она понимает эту цель она эту жемчужину никогда просто так не выбросит в никуда тем более в чужом мужчине представляете я всегда удивляюсь как это вообще мне кажется специально наверное женщин так расфокусировали чтобы они не были целостными сейчас же очень много женщин не целостных и для них это прям бич они не чувствуют себя идет красотка вся там как тут куколка но глаза холодные и ее не считывают интересные ресурсные мужчины уже прошло то время они уже поняли их не поняли даже и названия им дали муклами их наградили названиями но это просто женщины которые пошли в путь с искажениями они не про то подумали им не донесли суть женственности и сексуальной энергии только и всего но не встретился проводник на этом пути и не случилось такой тандем за которым она пошла и начала работать над собой почему не у всех это встречается зачастую на тренингах вопрос Оля ну почему как так когда тренинг например шел искусство целительной любви там мы достигали оргазма когда а 25 человек понимаете в зале девочки и только из 25 человек до оргазма доходит пара одна или две а все остальные смотрят и вообще не понимают а как это как это вообще происходит ну нет понимания да и конечно этим женщинам необходимо учиться у тех кто это делает то есть копировать у них присматриваться помните я в детстве присматривалась и смотреть не один раз нет это это работа тренировка работа вот что отвлекает от цели всегда от любой цели и женщин в том числе они находят кучу причин там для кого-то для чего-то для себя но только чтобы не выйти на этот уровень на новое чтобы вот так вот для себя получить такое новое состояние да и женщины которые культивируют энергию сексуальную энергию по второму варианту их вообще не заботит кто рядом с ними их не заботит вообще как кто что говорит они никогда в обсуждении осуждения кто что говорит им это вообще безразлично почему да потому что эту энергию они не будут тратить вместе с основной энергией на вот это кудахтание как я называю простите но это так потому что люди и живую свою энергию истинную энергию поддают и запросто через осуждение обсуждение мутирование там страхов и всего подобного негативной ситуации и также мутируя обсуждая таких женщин вы знаете ту женщину про которую я говорила молодой которая жила в моем подъезде ее обсуждали все все тетки нашего двора абсолютно все ничего не только не говорили про нее она ни с кем не здоровая проходила вообще никогда ни на кого взглядом даже не цеплялась просто прошла зашла вышла прошла все но этим наверное она и цепляла этих теток которые пищу им давала для трепа я так думаю сейчас тогда я просто понимала я ее понимала я просто думаю господи да кто вы такие что говорить про нее она такая она же она такая даже слова не могла подобрать какая и вы сидите тут еле на лавочку вмещаетесь ну я для этого находила конечно оправдание вот и хочу сказать что женщина когда идет по второму уровню развития сексуальной нерки ей очень легко в жизни ей вообще нормально и когда она с партнером и когда она без партнера она просто не будет другим она не будет позволять себе просто так жить с человеком чтобы просто был муж нет не будет потому что у нее все случается в жизни и так сама по себе потому что чтобы прийти к такому уровню необходимо тоже потрудиться переходить по уровню и работать над собой над своим внутренним содержанием потом и внешним миром эти два мира объединять и конечно же тогда получать другая реальность но это работа и вот мы пришли к тому вопросу почему многие женщины пытаются игнорируют женственность и сексуальность это потому что девочки над женственностью над состоянием женственности и над сексуальной энергией необходимо трудиться и если вы не из тех женщин как например наша царица Екатерина там все великие женщины они все обладательницы этой энергии кстати Алла Пугачева она тоже имеет колоссальную сексуальную энергию и как вы видите у нее всегда молодые мужья и это ее вообще не смущает вот эти женщины живут без привязки они живут для себя они живут для того до чего пришли для развития своей души и у них это очень хорошо получается понимаете теперь вы поняли еще хотела сказать такой момент что развитие сексуальной энергии оно важно в любом возрасте абсолютно в любом здесь нет возраста тогда и женщина вне возраста вообще вне возраста да потому что она вне временных рамок и у нее все идет по своему временному циклу вот как вам такая интерпретация я не зря начала серию это будет целая серия эфиров потому что потому что я начинаю свою любимую тему которую конечно же дополнила теми инструментами которые у меня появились работой с мозгом раньше я этого не делала раньше я использовала только даотское направление и у меня это чудесно получается хочу вам сказать нет это я вам потом расскажу как возможно интегрировать эту энергию для всех своих хотелок и как можно играться с этой энергией извлекать тебя и как можно вообще жить в том оргазме который очень много людей очень много женщин вообще не достигают у нас на самом деле очень много женщин которые аноргатмичны которые никогда не получали оргазм да но и еще больше женщин которые и не стремятся к этому и вот почему многие пытаются игнорировать свою женственность потому что необходимо с этим работать потому что если вы не такая с рождения то вам это необходимо в себе интегрировать и развивать и не один день а всю жизнь потому что эта энергия она так же легко может уйти да и все рассыпется как замок на песке да но те женщины которые уже знают эти состояния эти чувства и то что приносит им владение этой энергии они уже не останавливаются они никогда не останавливаются я раньше когда я начала изучать традиции вселенского дау своего мастера Монте Качиа я всегда задавалась вопросу зачем они это делают до конца своей жизни почему они же долгожители они пускают эту живототворящую не только живототворящую сексуальную энергию они пускают на омоложение и благолетие но в здоровом теле чтобы не с бодашком ползти там от кровати до туалета а на своих ногах в своем умея твердой памяти то занимался сексом до последнего дня в своей жизни круто у европейских женщин в голове это вообще не к инвекции у многих сейчас сдвиг пойдет но их отторжение раздражение пойдет кто будет смотреть этот эфир это нормально потому что родовые программы они так транслируют что этого нельзя это стыдно это вообще только плохие девочки мы помним нет плохих хороших только в голове вот мои хорошие давайте до следующего эфира в пятницу я приготовлю еще интересную информацию и так постепенно я вас буду вести бесплатному мероприятию на котором дам очень ценную информацию вам интересно пишем что вы такие же они живые я посмотрю в чате да я посмотрю в чате уже и пишу говорю вы что там где вы там никто вообще ни слуху ни духу давайте уже пробуждаться потому что это же обмен это же интересно это же все что вот идет через меня это вообще уникально интересная вещь в других местах вы может найдете с искажениями запросто кто-то возьмет потому что всегда берут копируют нормально эксперты друг у друга копируют но от первоисточника всегда более интереснее правда да вот и конечно я вам приготовила очень уникальный курс и к нему я вас и подведу на сегодня все у меня сейчас женские ой женские женские даусские практики у меня будут пятницу а сегодня у меня йога для лица ну не только йога для лица как вы уже поняли помогает выглядеть мне лучше моих сверстниц да теперь вы понимаете это и не только инструмент работы с мозгом потому что физическое тело никто не отменял законное мироздание как действуют энергетические тела никто не отменял и как энергия внутри нас и вовне действует на все наши процессы это тоже никто не отменял это все работало работает и будет работать и здесь только выбор человека использовать это или не использовать обнимаем вас всех сердцем и до следующего эфира в пятницу встретимся напишите пожалуйста обязательно в комментариях свои мысли не прячься в норке напишите что вы услышали нового для себя и что вас восхитило а что у вас раздражение такое вывело на всплеск раздражения мне это будет очень полезно как стать и вам при групповой работе мне очень интересно и очень ценно что чувствуете вы потому что то что чувствую я мастер это совсем другие вещи потому что передача информации передача знаний передача опыта идет именно вам для вас пишите пишите ну все обнимаю всем добрый доброго вечера спокойной ночи у кого вечернее время и доброго дня у кого день заканчиваем и благодарим всем доброго дня по-другому до новых встреч и до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...